привет друзья сегодня снимала много видео меня к сожалению батарея практически на нуле но вот опять не могу вам не показать вот эту прелесть вот посмотрите это сделано right frame называется apple park in right и вот это такую сделали просто рамочку понимаете чтобы вот люди созерцали в эту рамку как будто это вот вы видите такое фото типа того наверное уже во многих местах есть такие рамки да вот видите надпись красиво все но самое интересное что вы знаете я так вот почему-то своей камерой попасть попасть не могу в эту right frame я уже и так и так старалась сделать вот такое фото как они предлагают а что-то ничего не выходит у меня sorry и мне даже вы знаете кажется что вот без этой фрейм наша apple tower даже смотрится лучше намного красивее а сегодня это мое видео это небольшой анонс небольшой обзор такой что мы с вами можем увидеть что я вам расскажу о чем и что покажу в своих будущих роликах я всем своим подписчикам в общем очень рада что вы у меня есть друзья я всем очень благодарна и я считаю что это именно вы стимулируете меня на дальнейшее продвижение моих съемок поэтому я еще раз всех вас благодарю тем кто подписан на мой канал и тем кто просто зашел посмотреть мои видео я очень благодарна всем и вот мой маленький анонс на наши будущие программы друзья ну во первых я обязательно продолжу вам мои рассказы о жизни в англии и именно на нашем прекрасном солнечном острове айла уайт самом солнечном во всей англии друзья есть очень много что рассказать вам здесь я как я уже говорила и фестивали проходят и концерты и регаты и в общем чего чего тут только нет поэтому все это я буду вам постепенно рассказывать конкретно о каждом случае и показывать и второе конечно я постараюсь продвигать для вас свой канал по английскому языку вот мои уроки английского которые возможно кто-то из вас уже посмотрел и у меня очень много запросов вы знаете на продолжение но друзья мои вы понимаете вот это надо мне как-то сосредоточиться это надо мне все обдумать что вам показать потому что просто какие-то уроки которых в общем тысячи в онлайне в интернете вы можете найти мне кажется это неинтересно повторять все таки же хотелось что-то вам такого специфического рассказать вот поэтому буду продвигать я и этот канал также друзья я буду вам рассказывать о привычках и нравах англичан прекрасный народ англосаксы они в общем такая весьма специфическая нация я думаю что много-много чего я могу вам о них рассказать того чего может быть вы еще и не знаете а вот опять вот видите собачники кстати вот эти вот люди которые с целой сворой собак частности как вот эта женщина если вы думаете что это все собаки и и но вы ошибаетесь друзья Субтитры сделал DimaTorzok Мерлин 9, он будет 10 в месяц. Шерлок здесь, мы only had him a year. Шерлок сидит леди? А, бой. А, бой! А, Шерлок Холмс, бой! Мы only had him a year, но он будет 7 в месяц, но он был в Украине. 7 в месяц. Он будет 7 в месяц в месяц. Ловли. И вот здесь, он будет 4 в месяц, но он был в греке. Он тоже? Да, все, все. Я не люблю делать фото. Ой, dear! ОБи! 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 Он очень патогенит. ОБи! 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 Это всё yours? Да, они все мои мои. Я им в виду сексу. ОБи! Вы вылезает. Вы леки леди. Вы леки леди. Я понимаю. Я вернусь. Я не могу сказать нет мне, поэтому я и так не могу. И я пришел. И надо отдать три раза в день? No, actually they're really good, twice is sufficient, and sometimes even one good long walk is absolutely fine. Oh, just one long walk. These boys are both show types, they'd be known as, Americans call them bench types, so they're not actually big on exercise, they're like a bit of a run around. Yeah, probably not very young to run away. Yeah, they're not that fussed really. Oh, lovely, lovely, thank you very much. You're most welcome. I know it's English people like dogs more than cats. I think it's a pretty even split now, there's about, I think it's about 50% each way. Oh, really? But of course most people, just like animals. Like animals, yeah. Some people can't have a dog because of their way of life. I mean, I used to have a cat, but can't have one at the moment because dogs here isn't very cat friendly. So, you wouldn't do anything, but it wouldn't be very nice with a cat. So, yeah, so I think you'll find most people are just loving cats. Probably, I can see cats, I just see dogs, because it's every cat's seat at home, you know? Yeah. We wouldn't go down my road, there's cats scuttling across the road in all directions. Where are you from? I am Russian. Oh, really? Yeah. Oh, you want to have a day? Do you know Russian? Well, I mean, I know of it. I don't know anything about the country, really, except what we see on the news, mainly. And lots of spy films. It's a huge country, you know. Very huge country. Are you from the cold bit? It's all cold, isn't it? Um, I born in the south of Russia, not far from the Black Sea. Oh, really? It is warmer. It is the weather the same like I have here, you know. Oh, yeah. Because it's a different weather everywhere, you know. Yeah. Yeah, nice. Are you born here in Isle of Wight? No, I actually was born in Birmingham, which is in the Midlands. And I moved almost 30 years ago now. So, yeah, this is my home. 30 years. You enjoy to live here. It's much, much more a nice place. Yeah, it's got its own set of problems. But it is, yeah, on the whole, it's a lovely place. And I, I mean, I wouldn't, I never did like living in a city, really. So, and being able to walk the dogs on the beach every day, you can't beat that. Ah, yes, yes. Not many places for walking places with the dogs in the mainland. Well, I mean, there are places, but it's just nothing like this. There's, there's, you know, you just feel a little bit more secure here, I think. But you have, you spend a lot of time for your dogs. It's the three dogs. Well, very busy lady, you know. I cannot believe this. Yeah. Oh, yeah, I work full time as well. But these are, yeah, I mean, my boys are my boys. Are you enjoying to live? I work part-time at home and part-time out, so I'm mostly at home, which is really nice. But it's, it's need to spend a lot of money for the food as well, because it's very big dogs, you know. Yeah, insurance and vet spills, those are the biggest costs. The food's not too bad, you know, we can get by month to month, but the insurance, each dog has to have their own insurance, and that costs a lot of money. And veterinarian, it's clinics, it's a lot of money need to pay if something's wrong with. Yeah. I know, I know. Yeah. Is it the same in Russia? Oh, yes, yes. Yeah, they make a lot of profit out of our animals, I think. It's sad, really. Lovely. How long are you here for? Here? Yeah. Um, I've been married with a British man. Yes. And I arrived here in 2010. Oh, right, okay. Yeah, I live here probably seven years now. Oh, right, okay. But I'm afraid my English, it's a problem for me everywhere. Really? Yeah, I never use... Your English is very good. Thank you, my love. But I, I not, I don't use English language before in my life. And it's very difficult now to begin to use it, you know. Yeah. But I try. You're pretty much perfect. Do you know any other language, foreign language? But I don't speak any language. Languages is not a strong point for me. I did French at school all those years ago, and I was dreadful at it. So I just, it's just not something that clicks with me. It doesn't work for me at all. My brother learned German. He enjoyed that. But that's about it, really. Yeah. My son learned Spanish. Spanish. Yeah, he did Spanish at school. Yeah. And he talked very well with the Spanish language. Not brilliant, but it's something... It wasn't a very good lesson at school. They didn't do too well in that class. But it's something he wants to do more of, actually. He likes languages, whereas me, I've said, don't get it. Yeah, he likes to do more. Yeah, very good. And I just know much more popular to learn French language in English country. Yeah, it's been... Not a lot of more. For a long, long time. French was almost the only language you could learn. It was compulsory at school. And then they began to broaden it a little bit more, like, more recently, really. So, yeah, my son was lucky. He could do Spanish rather than French. When I was at school, you had to do French. All right. Okay, dear. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you and your dogs. Thank you. Bye-bye. Just lovely. Bye-bye. Ну, вот видите, друзья, вот у меня прямо экспромтом, случайно, и получилось интервью с прекрасной леди. Она, вы знаете, когда я стала снимать ее издалека, она была очень возмущена. Вот я, как я вам и говорила, они очень не любят, когда кто-то делает съемку или фотографии. И вот, в частности, эта леди, она просто на меня набросилась коршуном, когда увидела, что я снимаю собачек издалека. И вот то, что я вам начала говорить, что, видите, бывают такие люди, которые специально гуляют за собаками. Я думала, что это именно вот она одна из таких, но ничего себе подобного. Это все ее три собаки. Английский сеттер, как вы поняли, да? Ну, и, в общем, я очень долго ее уговаривала, вы знаете, чтобы она дала мне что-то, ну, не то, чтобы интервью хотя бы вот так вот, не показывая ее на экране, чтобы она немножко мне рассказала. Ну, вот она, в общем, разговорилась, как вы видите потом. Вот они вот такие вот, конечно, англичане, они не злые, они очень такие отходчивые. Но вот у них есть какие-то их принципы? Вот не любит, вот сказала, не люблю, чтобы меня фотографировали. Вот так, понимаете? Вот. Ну, тем не менее, я думаю, что вам понравилась вот такая экспромтом моя съемочка интервью. И вот смею вместе с моим анонсом. Ой, господи. Все, всего вам доброго. Я выключаю камеру. И я вас всех жду в новые мои видеоролики. Ставьте лайки, пожалуйста, не забывайте. Это меня очень стимулирует. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok